И на цветы мода меняется. А знаете ли вы, что всем известный шпажник или гладиолус снова в тренде? И возвращается этот дерзкий красоты цветок с триумфом. И неудивительно ошеломляющие размеры, разнообразие окраски и зрелищность гладиолуса опять делают его фаворитом. Сейчас более современными видами, современной цветовой гаммы считаются дымчатые, зеленые, ну и даже белые. Белые, вот они как-то более разнообразились. Но дымчатый и зеленый – это последний писк. Как известно, гладиолус растение многолетнее, но есть одно но. Вот так как у нас условия не подходящие для зимовки, потому что они замерзнут просто, потому что родина их Южная Африка и Азия, то мы, конечно же, ежегодно выкапываем эти растения. Это многолетняя культура, да, но требующая выкопки. А потом снова посадки. И это каждый год. Клубни луковицы гладиолуса надо сажать весной, после того, как минует угроза весенних почвенных заморозков. В этом случае они зацветут этим же летом. Это обычно в конце апреля, начало мая. Почва, конечно, она должна быть влажная. И гладиолусы любят почвы более такие суглинистые, не любят кислых почв. Поэтому категорически запрещается вносить свежий коровий помет. Растение гладиолус любит цвет, поэтому в тени поздние сорта могут вообще не зацвести. Гладиолусы любят солнечно открытое место, удаленное от сквозняков. Но лёгкий ветерок им не помешает, иначе могут возникнуть грибковые заболевания. Что касается агротехнических приёмов, то в первую очередь следует знать и помнить, гладиолусы очень любят рыхление. Рыхлить, рыхлить, ещё раз рыхлить. Такой девиз. Летом поливают гладиолусы один раз в неделю, но очень обильно. Если же жара затянулась, то в целях борьбы с перегревом почвы поливайте их каждый вечер с последующим рыхлением почвы, окучиванием и удалением сорняков. Сухую погоду надо часто и много. Но так, чтобы, конечно, не было заболачивания. Конечно же, для пышного цветения гладиолусы нуждаются в подкормках. Тут всё традиционно. Весной – азотными, во время ботанизации подкармливаем фосфорными и калийными удобрениями. В конце цветения и перед выкопкой – удобрениями калийными. И не забывайте удалять засохшие цветки, чтобы растения не расходовали питательные вещества на процесс возревания семян, которые вам не понадобятся. Когда наше растение цвело, вот осталось вот несколько таких цветочков, можно уже, кто хочет, удалить этот цветонос. Удаляем мы на уровне листьев, вот так вот просто сламываем, и всё. Осенью клубни-луговица обязательно выкапывается и сушится. Уборка и хранение клубни-луковиц – очень важный момент. Отнеситесь к нему ответственно. Критерием хорошего высушивания вот эта старая клубни-луковица, она щёлкивается от новой. Помните, хитрости выращивания гладиолусов начинаются с молодых и здоровых луковиц. Удачи!